Начну еще с духовной новости, друзья мои, которая меня поразила. Меня реально она поразила. Ну, я не Невзоров, я не человек, который там считает, что православие в целом это жуткая религия, и там все православные священники это, значит, кто там, купцы, чиновники и так далее. Нет, я как раз разделяю, есть нормальные, есть ненормальные. Я даже не вселенский патриарх, который считает, что русская православная церковь это ересь, она впала в ересь. Нет, ну, кто-то впал, кто-то не впал. Но вот последнее решение патриарха московского Кирилла, вы знаете, есть такой Кирилл Гундяев, вот этого Кирилла Гундяева, меня просто, честно скажу, вынесло мне мозг. Значит, их заставляют всех-всех-всех священников, им пришла эта разнарядка, читать молитвы, ну, там, во славу защитников, защитников Отечества, что они защищают в чужой стране, какое Отечество, значит, там не написано в этой молитве. Но вот, по мнению их, идет защита некого Отечества. Ну, окей. И вот, один из священников, совершенно нормальный человек, естественно, эту молитву, ну, хорошо, ну, такое правило, хрен с ним, значит, читает эту молитву и заменил в этой молитве одно слово. Да, значит, это сделал иерей Иоанн Ковель, храм Андрея Первозванного в московском районе Люблино, он заменил одно слово. Он заменил слово «победа», потому что, естественно, он же патриарх Кирилл, он за войну, на слово «мир», христианское, библейское, естественное, нормальное слово «мир». Есть «победа», есть «мир». Он заменил одно единственное слово. И, значит, Гундяев взбеленился и, не поверите, запретил в служении, в целом запретил в служении этого иерея Иоанна Ковеля. Опубликовал указ на всю епархию, на всю эту, что служить этот клирик не может. За то, что тот употребил слово «мир». И для меня вот сразу, как бы, вопрос. То есть, церковь, которая не хочет мира, которая запрещает в служении за слово «мир», которая, ну, рвется в бой только, значит, кровища, убивать, хватать, это типа там. И вот эта церковь своему собственному священнику затыкает рот, чтобы тот, не дай бог, слово «мир» не сказал. Вот объясните мне, как это вообще возможно, как это вообще работает. Я был, честно скажу, в шоке. То есть, церковь войны, просто мы имеем, вот в виде вот этой нынешней гундяевской русской православной церкви, это церковь разжигания войны. По факту, если слово «мир» запрещено, значит, что они хотят? Если не мир, то война. До победы. Какой победы? Какая вообще в этой войне у них может быть победа? Уничтожение украинского народа, уничтожение украинского государства, уничтожение украинства как такового. Какая победа? Над кем? Что вы? В чем победа в Мариуполе? Разрушили город под ноль. В чем победа в этих, там, Солидарии или Северодонецке? Короче, я честно скажу, ну, ладно, если бы там промолчали, ладно, даже если бы пожурили, но запретить служение за слово «мир» – это, я скажу, уже такой серьезный перебор со стороны, конечно, этого Гундяева. Серьезный перебор. Запретить служение за слово «мир». Ну, хорошо, посадите его еще. Плавомир сказал. Можно расстрелять еще. Тут еще интересные есть варианты. Просто, конечно, за гранью добра и зла это все. Вот. И понятно, что война эта носит для руководства России еще такой псевдорелигиозный характер. Они все время орут, что она святая, какая она святая. Как война, какая святая война. Даже эти крестовые походы прошло, вон, немного, и все поняли, что это такая дурость была, эти крестовые походы, бессмысленные. Где был и крестовый поход детей, и потом эти реальные крестовые походы на мусульман. Это полная дурость была, которая и закончилась в итоге, что их всех там просто покрошили, положили, и они в Европу возвращались. Ну, там кто-то успел что-то награбить, кто-то не успел. Но все поняли, что это ну дурость, эти крестовые походы, они не достигли никаких целей. Так и тут. Какие святые войны. Ох, кошмар. Короче, вот так вот. Татьяна Балашенко, дякуй вам, великий. Уж Татьяна нам допомогла, ну не нам, а допомогла победе. И гэта вельми, я вельми удячна вам. Татьяна, поважанная за гэта. Ну вот. Татьяна Сябрея, церковь РПЦ, ГТПСБ. Но люди-то есть верующие, нормальные. Они действительно искренне верят. Просто их сейчас настраивают. Их настраивают на агрессию, на войну. Ведь можно же настраивать на добро, а можно на зло. То, что церковь занимается откровенной настройкой на кровожадную, абсолютно бессмысленную войну, вот это, конечно, это большой вопрос. Но надо отдать должное. Вот Русская Православная Церковь, она действительно с петровских времен, это министерство. Вот с тех пор, как фактически был уничтожен институт независимого патриарха, обведен сенот. Вот это министерство полностью на содержании государства и полностью принадлежащее государство. И даже потом все реформы, которые проводились, они проводились только с целью еще большего контроля государства над церковью. Это обычное министерство. То есть министерство культуры, министерство экономики, Русская Православная Церковь. И в Беларуси она тоже сходит с ума по-своему. Вот этот белорусский митрополит Вениамин, тоже ему как бы не имется, приказал возбудить уголовные дела против каких-то школьниц. Там интересная история. Вот сейчас я найду ее вам, зачитаю. Тоже ему вот нечего делать, да, этому этому Вениамину. Так, сейчас найду. Так, 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 где это? Вот, а вот пишут, пишут, значит, митрополит Вениамин причастен к уголовному делу против школьниц. Значит, как пишет христианская визия, он лично потребовал передать запись церковных видеокамер наблюдения следователям. Следственный комитет сообщил о задержании девочек-подростков, которые вечером 28 января, то есть совсем недавно, возле Свято-Духового Кафедрального Собора подожгли небольшую бумажную икону Божией Матери. Уголовное дело завели по статье «Злостное полуэлеганство. Школьницам грозит до шести лет лишения свободы». При этом о цели их акции СК не сообщил. Ну, не просто так они же пришли, там, подожгли эту икону. Наверное, там эти школьницы что-то хотели сказать через это. То есть, команда христианской визии возмущена непропорциональностью принятых мер со стороны высшего духовенства БПЦ в отношении несовершеннолетних девушек. Она считает, что глупое зорство подростков, умноженное на воспаленную праведность, дает в итоге поломанные судьбы детей и горе в семьях. И горе в семьях. Вот. Ну, то есть, вместо прощения, вместо того, чтобы, ну, действительно, если эти девочки что-то там, да, какую-то акцию хотели провести, что-то сказать через это. Нет. Он добился, и он хотел, чтобы, значит, их посадили несовершеннолетних детей. Несовершеннолетних детей. Вот. Ну, посадят их, ну, сломают им судьбы тоже. Но для меня, повторяю, это не показатель духовности. То, что ты не можешь поступить по-христиански, очевидно, что он не может поступить по-христиански, это далеко не показатель духовности. Хотите, верьте, хотите, нет. То есть, церковь, вот как правильно тут пишут, чати должна наставлять, должна учить прощению, смирению, а не карать, да, и не стучать. Извините меня. А вот. Карать – это участь бога, но не гундяемых и вениаминов пишут. Спасибо.